всем привет соорудил я такой вот мангал новый царый мангал развалился прослужил лет наверное 10 так 8 10 лет точно не считал этот значит на смену ему теперь мангал у меня толщина железа здесь где-то примерно сколько тут два два с половиной миллиметра где-то так железо это еще дедовские запасы откуда-то он скоммунизм дед завода наверное принес любила носить завода всякие штуки нужны в хозяйстве на 8 шампуров мангал выполнен так вот характеристики расстояние от дна мангала до шампуров 13 сантиметров оптимальный оптимальное расстояние я думаю вот на основе старого мангала там было расстояние сантиметров 15 я по уменьшил сделал 13 отверстий как вы видите здесь нету для того чтобы разгорались там угли дрова потому что много смотрел всяких роликов там один какой-то мужичок вроде сказал что на хрена не нужны эти отверстия сверлить потому что образуется большая тяга все угли быстро прогорают все дрова все выгорает и действительно тоже сейчас угли какие стали делать мешок углей уходит в раз на этот мангал и дрова тоже топишь 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 раз и сразу все прогорело и вообще вот все эти вот мангалы смотришь там где на Кавказе жарят шашлык у них мангал такие какие-то призимистые вообще даже не 13 сантиметров сантиметров 10 наверное глубина вот этого мангала и тоже никаких отверстий нет они туда какой-нибудь там виноградные лозы затягачивают как-то раз что-то и все у них жарится отлично все вот я решил тоже по этому пути пойти так-то был были конечно материалы все железо миллиметра на четыре вот такой мощный бы сварить мангал электроды кстати я здесь использовал тоже хрен пойми какие электроды возможно даже эпохи начала перестройки начал им сваривать этими электродами они хрена ничего-то не сваривают все залипают поменял полярность вот сделал как говорится обратную полярность и кое-как сварка пошла ну такой металл конечно сложновато варить еще и не пойми какими электродами у меня их было всего лишь пять штук пять штук электродов вот на мангал на этот хватило вот из такого уголка я сделал ножки это от старого мангала он весь вообще ржавчиной покрылся весь прогорел а ножки вот эти из уголка как новые они еще прослужат там лет 30-40 и в железо потому что толстостенного этого уголка ничего не делается вообще этому железу я их прикрепил на саморезы но надо будет как электрод приобрету на всякий случай можно будет подварить сварочки ручки на всякий случай сделал вот это самодельные такие ручки из черомухи из черомухи вот эта древесина черомухом мне очень кстати понравилась эта древесина она такая плотная я не знаю насчет того делают ли и из этой древесины какие-нибудь там ручки для ножей или еще какие-то ручки но показалось мне эта древесина очень плотно и возможно даже какие-то ручки и приклады из нее можно делать но это я так в теории подумал хорошая вещь вот эта древесина из черомухи это вот взял обычную какую-то проволока такая или как она называется железная загнул расплющил и тоже на саморезах прикрутил чтобы можно было вот так вот переносить этот мангал с места на место мало ли там дождь где или еще чего можно перенести электроды появятся еще здесь сварочкой на всякий случай подварю а то мало ли тут возьмем саморез выкрутиться там что-нибудь прогорит ну хотя они не прогорают саморезы они нормально закрепляются там ржавчатый и все все хорошо я основываюсь на вот этих уголках как они вот были на старом мангале прикручены этими саморезами ничего не открутилось хочу еще показать низ мангала я сделал здесь вот два прута приварил чтобы дно это упиралось туда но значит у этого мангала такой конструкции такой расходный материал она прогорает если вот не выносить его куда-нибудь в помещение он зимой и летом стоит на открытом воздухе она быстро там коррозия и все такое ржавчины и прогорает года через три через четыре надо менять была такая мысль вот какие-то тут огнеупорные кирпичи проложить некоторых там делают чтобы говорится улицу не топить а тепло сохранялось а потом что-то забросил эту идею потому что мангал станет весить неподъемный будет как его переносить даже ручки-то не будут не нужны на вот постамент делать тогда какой-нибудь была еще мысль такая усилить вот эти вот края потому что его все равно этот металл то выгибать будет вот электроды появится пруд значит сюда наварю такой а можно даже два вот так вот по краям наварить сюда чтобы не выгибал вот эту поверхность вот такой мангальчик вы напишите там ребята в комментариях какие у вас мангалы как вы жарите шашлык на каких мангалах может просто на кирпичах по старинке или еще там в тандырах да сейчас мод какая-то в тандырах жарить шашлыки но я не пробовал и что-то не одобряю как как раньше говорили музыку я-то не слушал и фильм не смотрел но осуждаю с вами был вольфрам подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки комментируйте и дальше будет интересней а